ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Яковенко Мстислав Владимирович Руководитель проекта и главный редактор Артём Драбкин Опубликовано 17 мая 2015 года Часть 7 Продолжаю много лет спустя, в 1967 году. Когда самолёт сел, то мы ожидали, что нас тепло встретят. Но встретили нас с нахмуренными бровями, из небольшого сарая вывели профессора Орлова и жену Вишнева. И под конвоем двух вооружённых бойцов отвели в крестьянскую хату. В конце концов, мы узнали от нашей охраны, что нас считают за немецких диверсантов, в том числе и Вишневу. Она начала рыдать, что могло причинить ей вред, так как она, кажется, готовилась стать матерью. И всё это, несмотря на то, что она имела на руках, при посадке забрали удостоверение, кто она и прочее, за подписями командира комиссара бригады и за круглой печатью. Вскоре её увели, и дальнейшая её судьба мне неизвестна. Нам был дан приказ никуда не отлучаться. Крепко хотелось есть, и в конце концов что-то удалось раздобыть съестное. Наш страж, теперь в единственном количестве, понемногу размягчился и, наконец, отправился спать на сеновал, а мы последовали его примеру. На следующий день утром за нами зашёл вооружённый карабином конвоир и повёл нас в неизвестном направлении. Но, несмотря на его служебную неразговорчивость, нам в конце этого путешествия, а шли мы 18 километров, удалось узнать, что ведёт он нас в смерть шпионам. Эти организации допрашивали всех подозрительных людей и в случае обнаружения у них компрометирующих улик, ликвидировали этих людей. По дороге мы услышали выстрелы, что нам показалось подозрительным, и мы с конвоиром устроили облаву. Конвоир сам храбро устремился на звук выстрелов и скоро вернулся. По его словам, стрелял какой-то парнишкой с трофейного ружья. Этого парня он не задержал и ружья не отобрал. Командир СМЕРШа, майор МГБ, внимательно выслушал нас, выругался, что ему присылают таких людей, врачей, накормил нас питательным обедом и сказал конвоиру, чтобы тот отвёл нас в политотдел армии. В политотделе 4-й армии нас отвели в помещение, в котором находилось ещё несколько человек, проходивших предварительную проверку. Первого на допрос вызвали Орлова, и сразу по его возвращении меня. Спрашивало сразу несколько человек. Мне предложили рассказать подробно все дни нашего бегства. Прервали мой рассказ только когда я дошёл до подхода к Днепру и сказал, что мы собирали картофель. Мне сказали, что этого не было. Я сразу сообразил, в чём дело, и ответил, что если Орлов об этом не сказал, то это потому, что он большой барин и, конечно, в сборке картофеля не участвовал, как это и было на самом деле. Все рассмеялись, и я закончил рассказ без помех. Очевидно, мои данные вполне совпадали с рассказом Орлова. Из политотдела нас направили в один из лагерей, куда собрали всех лиц, перешедших линии фронта, а может быть и попавших при наступлении наших частей. Здесь были и полицаи, и власовцы, довольно пёстрые, часто неприятная компания. Этих лагерей мы повидали несколько, допрос был только один раз, а время шло недели за неделей. Тоска была смертная, кормили плохо, работы никакой. Полицаи были в лучшем положении, иногда их выстраивали, выдавали ружья и отправляли на фронт, как пополнение для наступавших частей. Вероятно, их отправляли в штрафные батальоны. Примечание Мира Яковенко. Только в одном лагере жена молодого лейтенанта, начальника лагеря, дала нам почитать несколько книжек Яна, Баты и другие. Месяца через полтора нас, наконец, направили в Москву. Проезжая через Москву, я ухитрился послать домой короткое письмо, где извещал, что проезжаю через Москву и о месте своего окончательного пребывания сообщу дополнительно. О том, что я еще существую, дома знали из моего письма, отправленного мною из партизанского отряда. Мы попали в Подольск, в большой лагерь для офицерского состава, но были там недолго. Нас переправили в филиал лагеря, расположенный вблизи станции Щербинка, недалеко от Подольска. Здесь снабженцы, надо полагать, вместе с начальством занимались явным воровством, воруя у заключенных продукты их питания, которые в то время ценились очень дорого. Мне удалось отправить письмо домой с указанием места, где я нахожусь. И дня через три ко мне приехала Евгения Ивановна с кое-какими продуктами. Ей удалось получить кратковременное свидание со мной и передать эти продукты мне. Я же, в свою очередь, не мог не поделиться со своими товарищами. Ноги у меня начали отекать, возникла большая слабость, и я попал на несколько дней в стационар здравпункта, где выдавали паёк полностью и поэтому кормили лучше. За время пребывания в Щербинке меня только один раз вызвали к следователю, молодому человеку с погонами младшего лейтенанта. Он меня расспрашивал о ряде лиц, бывших в плену в Смоленске, и ни разу не спросил о моём поведении там. Другими словами, я оказался в роли свидетеля, а не подозреваемого врага народа. Это мне показалось странным, и я его спросил о причине такого характера допроса. По его словам, ряд лиц, бывших в Смоленске, отзывался обо мне положительно, не было ни одного отрицательного отзыва. При этом он улыбался и рассказал несколько анекдотов. Так почему же меня в таком случае держат здесь, без дела, в такие горячие годы войны? Я ничего не понимал. В Подольске нас лучше кормили, можно было существовать. Надо полагать, что тут воровства не было. Водили нас даже в баню. Во время прохождения нашей команды под конвоем, по улицам, обитатели Подольска, а больше обитательницы, кричали «Предатели, изменники, уничтожить вас надо!» и тому подобное. Показывали кулаки. А ведь большинство из нас были бежавшие из плена самые активные патриоты, которые просто не могли больше оставаться в плену и, совершая бегство, очень многим рисковали, вплоть до расстрела на месте. Мы думали, что нас на большой земле встретят хорошо и сразу же дадут какую-нибудь военную нагрузку, какая бы она ни была, ведь фронту так нужны были люди. А эти люди были особенно ценные, не даже существует старая поговорка, забитого двух небитых дают. А некоторые НКВДшники из нашего начальства, копавшиеся в тылу, относились к нам особым презрением. Когда нужно было обратиться к такому субъекту, то мы не знали, как это сделать. Например, на обращении товарищ лейтенант такой тип или совсем не отвечал, или отрезал. Я вам не товарищ. Ко мне заезжали из дома и понемногу привозили съестное, но я в Подольске мог обойтись без этого. Однажды издалека в толпе в новоприбывших я увидел Латуна или очень похожего на него человека и решил немного позже разыскать его, но всю эту партию куда-то срочно отправили, и я потерял эту возможность. Мне передавали, что Петров находится в Щербинке, но я его не мог повидать. Из моих спутников в Подольске были Орлов, Кулаков и Олельников. Время тянулось очень тоскливо. Я с жадностью слушал фронтовые сводки от продвижения наших частей вперед. Еще в 1943 году осенью или в начале зимы передали, что освободили шишаки. У нас был только командирский и начальствующий состав. Были из Севастополя и из Сталинграда. Севастополец рассказывал, что далеко не все смогли эвакуироваться при оставлении города, и много попало в плен, не менее 50 тысяч человек. По рассказам того, который был под Сталинградом, там был такой кошмар, что он предпочитал бы быть расстрелянным здесь, чем возвратиться в Сталинград. Я думаю, что он просто дезертировал оттуда. Проходила проверка, возглавляемая политкомиссаром, неплохим сознательным человеком. Прошедшим проверку выдавались маленькие листочки с круглой печатью на тоненькой синей оберточной бумаге с указанием, что такой-то проверку прошел. Но нас все же не отпускали и никуда не назначали. Справка о прохождении проверки Наконец, в январе 1944 года нас начали пропускать через медицинскую комиссию и направлять в штрафные батальоны. Меня, несмотря на мою просьбу, не отправили, а забраковали. У меня слегка отекали ноги. И предложили работать у них в НКВД. Отчего я отказывался. Почти все находившиеся в лагере были отправлены. Я находился один в большой комнате, да и соседние комнаты были почти пусты. Тоскливо было ужасно. В конце концов, меня отправили в Москву в управление этой организации, где гвардии полковник медицинской службы Ежов, однофамилия с бывшего наркома, примечание мира Яковенко, очень хороший парень, около сорока лет, убедил меня согласиться, иначе, сказал он, меня не выпустят из лагеря. Направил он меня в южные лагеря для пленных немцев начальником санитарной части лагеря, которые предполагали открыть в Сгуровке, где-то недалеко от Киева. Две стороны предписаний на службу в лагере для немецких военно-пленных. Две стороны предписания на службу в лагере для немецких военно-пленных. После моего согласия меня отпустили на два дня домой. Выдали соответствующие документы и очень тяжелый ящик с медикаментами для лагеря. Причем сказали, что меня на вокзале в Курском, так как поезда шли через Харьков, встретит еще один врач, едущий туда же, и он поможет мне в переноске. Врач этот на вокзал не пришел, и если бы не Игорь, мой зять и муж Мира Мстиславовны, Игорь Аркадьевич Селезнев, примечание Ольги Яковенко, то я не влез бы в вагон, который был переполнен сверх меры. На нижней боковой скамейке вдоль прохода нас сидело четыре человека. Над нами один лежал на спальном месте, а один на полке для вещей. Поезд тронулся, и мы ехали до Киева шесть дней. Спали сидя, уборные не работали, так как их превратили в пассажирские купе. Одним словом, поездка была веселой, к тому же в вагоне так дымили махоркой, что с трудом можно было разобрать лица окружающих. Письмо с дороги к новому месту службы. Письмо с дороги к новому месту службы. Поезд из Харькова пошел не на Полтаву, а на Конотоп-Бахмач. По дороге шли разговоры, что самое опасное место это Дарница, где сходятся железнодорожные пути, и которые немцы бомбят очень часто. В Киев наш поезд пришел к вечеру, спускались сумерки. Полуразбитый вокзал был засыпан снегом, который некому было убирать. Каким-то чудом я со своими вещами добрался до военного коменданта, который указал мне дальнейший маршрут до станции Яготин, это по направлению на Полтаву, а оттуда узкоколейкой около 20 километров до Сгуровки. Мне посчастливилось довольно быстро попасть в товарный поезд, идущий в этом направлении. Из-за Днепра справа бережья хорошо был слышен гул артиллерийской канонады почти до самого Яготина. Это заканчивали окружение немецких дивизий в районе Шевченковской могилы. Комендант станции Яготин не порадовал меня. По узкоколейке движений поездов не было. Оказалось, что скоро пойдет паровоз, который может захватить и меня. Помещение и питание комендант предоставить мне не мог. Ищите сами, а живущие около станции боялись пускать к себе кого-либо на ночевку. Все же мне удалось пристроиться у каких-то учительниц-сестер с малыми ребятами. Учительницы всего боялись, и не напрасно. Около станции процветал бандитизм, милиции почти не было. И вот раз, во время моего пребывания, к ним явился вооруженный пистолетом бандит в солдатской форме и потребовал спиртного еды. Перепуганные женщины старались ему угодить. В отношении меня он вел себя вызывающе, ведь я был без каких-либо знаков различия и оружия не имел. К счастью, он недолго терроризировал моих хозяек. Я возился с ребятишками до школьного возраста и время от времени ходил на станцию узнавать, когда пойдет паровоз. И вот на третий день мне сказали, что паровоз пойдет часов в одиннадцать вечера. Я поблагодарил учительниц и перебрался с вещами на станцию. Машинист, с которым я ехал, предупредил меня, что в случае бомбежки следует лезть под тендер. Это наиболее безопасное место ввиду его большой нагрузки. В полночь мы тронулись неторопливым ходом и минут через пятьдесят паровоз остановился среди поля и мне предложили выгружаться. А где же Сгуровка? Да километров в трех отсюда. Мне указали направление, добавив, что здесь много развелось волков. Навстречу дул ветер со снежной крупой. Паровоз быстро исчез, кругом не видно ни одного огонька. Поднять сразу весь мой багаж я не мог и поэтому переносил его частями метров за сто пятьдесят двести, затем возвращался и забирал остальное. К утру я добрался до сарая, в котором временно жила воинская команда еще не открытого лагеря. На следующий день я ориентировался. Никаких данных для открытия здесь лагеря не было. Помещения, возможно, были только на сахарном заводе, расположенном дальше. Сообщение с Яготиным трудное. Во главе присланной сюда команды был совершенно не желающий работать майор войск НКВД. Фамилию не помню. Весь этот запроектированный лагерь как бы совершенно забыли. Денег на зарплату и на другие расходы не переводили. Продукты черпали из местных источников, колхоза и другие. Бесплатно. К счастью, после ухода немцев продуктов осталось достаточно. В моем распоряжении было два фельдшера, которым я и передал привезенные мной медикаменты на хранение. Сам я поселился сперва в селе, что было довольно-таки трудно, так как никому не хотелось спускать к себе на постой, а потом за селом в хате сторожа колхозного добра, картофель в буртах и влажное зерно, которое нужно было непрерывно подсушивать в специальном большом помещении с печами, отапливаемой соломой. Мои хозяева в продуктах не нуждались и кормили меня бесплатно. Этот сторож был болен трахомой, и я дал ему медикаменты, нужные для лечения, так как местная больница их не имела. День проходил за днем без всяких перемен. Несмотря на то, что я постоянно говорил майору, что следует запросить, если не Москву, то Киев, о том, что же нам делать, он пребывал в бездействии, что ему нравилось, его неплохо кормили, и он имел связь с бухгалтером колхоза, которая себя несколько скомпрометировала при немцах и среди последних имела своих покровителей, как мне рассказывали. Однажды ночью я проснулся от какого-то беспокойства и увидел, что окна дома ярко освещены красным светом. Выбежал из дома, огромный столб пламени и сгорящий в трубах сажи поднимался над сушилкой для зерна. Разбудил хозяев и сказал сторожу, что необходимо немедленно влезть на чердак сушилки и поливать балки, на которых укреплены трубы и вообще потолочное перекрытие. Но сторож струсил и категорически отказался. Тогда я забрался на чердак, а мне наверх подавали воду, и первые же вылитые на балке ведра почти мгновенно испарились, так высока была температура. Но дальше пошло все легче, и часа через полтора сажа прогорела и опасность миновала. Этот случай дал мне какое-то удовлетворение, все же я принес какую-то пользу. Наконец-то майор забеспокоился, как бы чего не вышло, и сделал телеграфный запрос, как дальше быть. А нас тогда вспомнили, и по телеграфу приказали немедленно выехать в Киев, в лагерь, расположенный на Сырце, вдоль Бабьего Яра, в котором немцы держали русских военнопленных. Выбраться из Гуровки можно было только пешком, и вот мы зашагали по полотну железной дороги, ведущей от завода к станции. Грузбагаж удалось погрузить на подводы. Был хороший ясный морозный день, и мы все с радостью покинули Сгуровку. На Киев шли смешанные поезда и товарные и пассажирские вагоны вперемешку. Мы влезли в набитый уже пассажирский вагон, и после свежего воздуха заняло дух от отравленного махорочным дымом воздуха. Не прошло и часа, как я потерял сознание, но такой случай, к счастью, до самого Киева не повторялся. Из пребывания в Сгуровке вспоминаю один случай, очень расстроивший меня. Фельдшера, у которых были на сохранении медикаменты, начали распродавать их, и когда я их уличил в этом, то они нахально начали обвинять меня в том, что это я им не додал. Одним словом, они оказались спекулянтами и мерзавцами. В Киеве на СРЦ уже функционировал лагерь, у которого было два филиала в городе Васильеве и в Дарнице. Больше всего военнопленных было на СРЦ. Здесь же были продуктовые вещевые склады и находился главный начальник, капитан Цупиков, который почти все время пребывал в Киеве, где он ежедневно пьянствовал и устраивал оргии с проститутками и подобными им женщинами. Изредка он приезжал в лагерь главным образом за пополнение запасов спирта. Спирт он брал в медсанчасти без каких-либо расписок и продовольствия. Фактически лагерем управлял его заместитель, майор лет 55, фамилии его я не могу сейчас вспомнить. Этот майор сожительствовал с молодой еще женщиной-врачом, начальником санчасти лагеря, жил с ней в одной комнате. Муж женщины-врача был где-то на фронте. Эта связь не скрывалась. В лагере в основном были немцы, затем некоторое количество югославов, которых использовали как поваров и парикмахеров, и человек 30 французов, попавших в плен вместе с немцами. К ним относилось начальство лагеря очень плохо. Нам, мне и майору из Гуровки, предложили подыскать себе жилье и подождать несколько дней, пока нам не дадут назначения. Все окрестные деревянные домишки были заняты работниками лагеря и другими, и мы не могли что-либо разыскать для себя. Отходя от одной из дорог из лагеря мы встретили, вернее догнали двух женщин, жалующихся на трудности жизни. Мы вступили в разговор и в конце концов уговорили одну из них пустить нас переночевать на одну-две ночи. Ее квартира была в полуподвале двухэтажного деревянного дома. Когда мы дошли, было уже темно. Хозяйка расположилась в первой проходной комнате, уступив нам свою спальню широкой кроватью. Мы крепко уснули, но около полуночи нас разбудили пьяные мужские голоса, требовавшие от хозяйки, чтобы она их пустила к себе. И когда им в этом было отказано, то раздался выстрел и пуля пробила оконное стекло в первой комнате. Оружия у майора также не было и мы чувствовали себя скверно. Но после этого выстрела банда удалилась. Впоследствии выяснилось, что это были солдаты из охраны нашего лагеря. Еще через день мне удалось устроиться в том же доме в другой его половине на первом этаже. Здесь жила молодая женщина, врач из нашего лагеря и ее переводили в дарницу. Хозяйка не хотела пускать меня, но я сумел уговорить ее, так как вместо меня к ней могли вселить очень нежелательных жильцов. У нее была дочка Лида лет 14-15. Муж ее был неизвестно где. Потом мне рассказывали соседи, что он скрывался где-то вблизи, боясь кара за сотрудничество с немцами. Когда папа жил на сырце у хозяйки, муж которой где-то скрывался, он помогал ей по хозяйству и материально и писал нам об этом. У нее, кажется, была коза, этим в основном она и жила. Примечание мира Яковенко. После пребывания в немецком плену я поразился порядком этого лагеря. Немецкие офицеры были освобождены от каких-либо работ, кормили их лучше, качественнее и среднее, чем наш начальствующий состав. Рядовые использовались для работ крайне редко. Напилить и нарубить дрова, прибрать дорожки в лагере-бункере, где они жили. Смерть какого-либо военнопленного считалась чрезвычайным происшествием. Паек их по калорийности в несколько раз был выше пайка для русских военнопленных. Через несколько дней меня назначили начальником санчасти лагерей, а женщину-врача отправили куда-то в другое место. Майор из Гуровки не захотел здесь работать, его также отправили. Работать было трудно. Цупиков набрасывался на спирт, а его адъютант требовал огромного количества медикаментов, будь то бы для своих детей, а на самом деле для спекуляции. В то время в Киеве достать что-либо было очень трудно. Я ему отказал, а требование Цупикова на спирт отказался подписывать. К счастью, Цупикова скоро убрали, уж очень бесполезным, тупым и вредным животным он был. На его место поставили другое, подобное ему барахло, где только набирали таких. Майор, который был фактическим начальником лагерей, почему-то упорно отказывался от звания начальника. Начались заболевания сыпным тифом среди военнопленных французов, их необходимо было перевести в достаточно изолированное помещение. На площади, занимаемой лагерем, стоял один одноэтажный деревянный дом, комната на четыре. Одна из комнат была сплошь забита старыми мужскими головными уборами, главным образом кепками. Я никак не мог догадаться о причинах такого изобилия, но впоследствии выяснилось, что в этом доме хранилась одежда, расстрелянных в бабьем яру. Верхнюю одежду, белье и обувь куда-то вывезли, а кепки почему-то остались. Мое начальство противилось переводу французов в этот дом, но я все же сумел настоять на своем, указывая на то, что изолировать их необходимо, и вообще какой-то дом-изолятор совершенно необходим для лагеря. Французы начали умирать, начальство всполошилось и настояло на том, чтобы их перевели в военный госпиталь в Киеве, где было инфекционное отделение. Препровождать их туда пришлось мне самому, и я запросил у заместителя по лечебной части госпиталя, майора медицинской службы, где же у них пропускник. В ответ на это он повел меня к недостроенному дому и ознакомил с планом еще только монтируемого пропускника, который, по существу, напоминал примитивный обмывочный пункт без элементов пропускника. Мне пришлось долго толковать и с этим заместителем, и с начальником госпиталя, пока я их не убедил, что они проектируют не пропускник, а неизвестно что, и набросал им чертеж настоящего пропускника, учитывая конфигурацию помещения, в котором они его располагают. Госпитальное начальство было мне очень благодарно за мои указания, и я еще два раза побывал у них, указывая, что нужно делать. С какой бы охоты я пошел бы на службу в этот госпиталь, но перевестись было невозможно, а я им был полезен, так как у них никакого опыта в организации госпитального дела не было. Мне необходимо было посетить оба филиала лагеря в Дарнице и в Васильеве. Первая моя поездка была в Дарницу с переездом через Днепр по временному мосту. Сама станция носила следы тяжелых фугасных бомб. За железнодорожными путями валялись крупные нефтяные бензиновые железнодорожные цистерны, выброшенные силой взрыва с путей. Сама станция имела глубокое бомбоубежище, куда пряталось все живое во время бомбежек. Кругом станции было много землянок, где ютились беженцы. Как только на станцию прибывали поезда с военной техникой или с военными частями, немцы сейчас же посылали свою как правило сильно задерживались в дарнице и это обстоятельство помогало немцам, у которых несомненно был осведомитель с радиопередатчиком, скрывающийся среди живущих вокруг станции беженцев, которых почему-то не выселяли с территории станции. Филиал лагеря был небольшой, тысячи на три военнопленных, врачей было два, та женщина-врач, после которой я поселился на квартиру, и врач Филенков Анатолий Иванович, которого я знал еще в 1943 году по Смоленску, он не был военнопленным, а жил там на частной квартире в городе Смоленске, довольно прилично одевался, мог свободно ходить. Вообще он не был еще в Смоленске антипатичен, он умел хорошо приспосабливаться, лагеря нужно было привести в порядок, провести ряд ремонтно-строительных работ, организовать пропускник, рабочие руки были, военнопленные немцы, строительного материала много, разрушенные дома, готовые кирпичи недостроенных домов, у которых я нашел на следующее утро пребывания в лагере склады готовой извести под землей, специальные ямы. Надо было только проявить энергию, и я дал распоряжение Филененкову этим заняться. Для ночевки мне предложила женщина-врач свою комнату, а сама перешла ночевать каким-то женщинам. Эта комната была шириной не больше двух метров, а длиной около пяти метров. Все стены были капитальные. Я тогда же подумал, вот отличное бомбоубежище. Мне через десять надо было опять навестить Дарнице для контроля. Вечером я туда не поехал по каким-то обстоятельствам, да и работы там было немного, только проконтролировать ход ремонтно-строительных работ. Накануне выезда вечером и ночью туда летало много немецких бомбовозов, и были слышны далекие разрывы бомб. И вот рано утром подъезжая к Дарнице, я увидел ужасную картину, разорванной на куски тела солдат многочисленные воронки от авиабомб. Оказывается, к концу дня на станцию прибыло несколько эшелонов с воинскими частями, и они были задержаны на станции на неопределенное время. Немцы были немедленно извещены, и ихние бомбовозы устроили настоящую бойню. Даже на лагерь для военнопленных бросили несколько бомб, стараясь разрушить проволочные заграждения вокруг, и одна бомба попала как раз в ту комнату, где я ночевал раньше. От капитальных стен осталась только груда щебня. По счастливой случайности, хозяйка комнаты во время бомбежки отсутствовала, и никто не пострадал. К нам из Москвы приехал Ежов как контролер и проявил довольно кипучую деятельность. Например, принимал участие в медицинском осмотре военнопленных и так далее. Мы с ним ездили в военно-санитарное управление заболевших тифом военнопленных. Так как заболевших сыпняком французов мы с трудом поместили в инфекционный госпиталь. Наши переговоры успеха не имели. К Ежову военно-медицинское начальство относилось отрицательно. Но к нашему счастью больше заболеваний сыпным тифом в лагере не было. Ежов проводил такое положительное впечатление, что я решил поговорить с ним откровенно относительно ареста и, возможно, уничтожения А. Баркова. Ежов, мой товарищ по университету, с которым я был в полевом госпитале летом 1915 года, Львов, Кременец и так далее, в 1933 году был в генеральском чине начальником медслужбы пограничных войск СССР. Он был женат на одной из бывших жен Ягоды и когда арестовали Ягоду, арестовали и его. Ежов был очень положительного мнения Баркове, которого он замещал. Считаю Баркова прекрасным службистом, который себя не скомпрометировал и у которого он сам учился работать. Причины репрессирования Баркова ему были неизвестны. Я попросил Ежова устроить мне перевод в Москву, где у меня семья. И Ежов это сделал. Видимо, к этому времени относятся фотографии. Дедушка вернулся домой, окна еще заклеены крест-накрест бумагой, но тепло и все он, мама, бабушка и прабабушка одеты довольно легко. Примечание Ольги Яковенко Уже в июле 1944 года я начал работать санитарным врачом в Люберцах, в лагере для русских, бывших в плену или живших на оккупированных немцами территориях, почему-то заподозренных НКВД. Затем мне удалось пройти медицинскую комиссию, была обнаружена язва 12-перстной кишки и меня отчислили в резерв военно-медицинского управления армии и уже оттуда, несмотря на предложение работать пешевым врачом по военной линии в Москве, мне удалось вернуться на старое место работы в лабораторию санэпидемстанции города Москвы. Справка об отчислении из армии по состоянию здоровья. С Ежовым знакомство я прервал, не желая этим знакомством бросить тень на него, все же я был в плену. К воспоминаниям времен Отечественной войны. В финскую войну мы потопили финский плавучий госпиталь. Вместо извинений покинули Международный Красный Крест, поэтому наши военнопленные не получали помощи. По другой версии, а может быть это одна, Сталин отказался от участия в Международном Красном Кресте. В плену немцы распространяли газету «Правда», где сверху было написано «Не пролетарий всех стран объединяйтесь, а объединяйтесь на борьбу с большевизмом». В этой газете была целая страница с напечатанным выступлением Власова. Его обращение. Содержание было такое. Он, Власов, не против советской власти, а только против коммунистов. Он много думал и в лесу, и во время окружения, и пришел к выводу, что большинство народа живет плохо, рабочие ничего не имеют. Крестьяне работают за палочки, трудодни и прочее. Он давно видел несправедливость и был против нее. Все, кто согласен с ним, вступайте в ряды формируемой армии. Пленные слушали, все правильно про рабочих и трудодни. Некоторые думали так, он хитрит, это он нарочно, соберет армию, пустит нас на фронт, а мы ударим по немцам. Другие думали, оденут меня, накормят, дадут винтовку, на фронт пустят, а там я уже к своим перейду. Здесь все равно подохнешь через месяц. Третьи просто польстились на водку, одежду, еду. Все это пленные высказывали в палатах Петрову, а он им, вы что же думаете, что вас всех так кулаком и пустят? На одного пять немцев придется, да вас еще вперед и пошлют. Призадумались. Глафира Антоновна Кланг, врач. Я считаю своей самой большой заслугой, что ни один больной из моих палат не записался к власовцам. Спрашивали меня, доктор, как вы думаете? Я им, конечно, хорошо, хорошо, а потом каждому отдельно ходила и говорила, ты что же это, гад, делать думаешь? И никто не записался. Выстроили на площади всех, кто записался. Переводчик переводит им речь немца содержание ее. Кто не хочет, кто раздумывает два шага вперед. Никто не пошел. Тогда он говорит, тут многие записались, потому что думают перейти к своим. И повторил все, что сказал Петров. Так вот, перед тем, как пустить вас на фронт, вас используют в борьбе с партизанами, с местным населением, для того, чтобы вам к своим возврата не было, запачкать преступлением. А на фронте пойдете один на пятерых немцев. Прав был, доктор, подумали многие. Так вот, кто не хочет записываться, кто раздумал. Два шага вперед. Никто не вышел, так как все равно расстрел. Влопались, как курвощи. Позднее, когда поняли, что у своих ждет только пуля, тогда озлобились. Ага, здесь пуля ждет, если не выполню, там от своих. Все равно убьют. И стали ярыми сторонниками немцев. Судя по тексту, эти отрывки были записаны мамой со словом Стислава Владимировича. Примечание Ольги Яковенко. О Власове. Написано было, что немцы, кружив деревню, в одной из изб обнаружили целый штаб русских офицеров. Из избы якобы вышел, подняв руки генерал, и сказал, я Власов. Илья Оренбург пишет другую версию. Власов, попав в окружение, в солдатском платье был пойман в избе, но боялся, как солдат, быть расстрелянным и закричал, что он генерал. Истории Анатолия Проховича Петрова. Петров. При допросе на проверке ему говорили, а что это все говорят, что Петрову надо дать орден Ленина? За что это? Они говорят, вы их и спросите. Товарищ по лагерю в Смоленске, а потом хороший друг, врач Александр Прохорович Петров. После возвращения от партизан на Большую Землю он был направлен врачом в штрафбате. Выжил. После войны работал врачом в Подмосковье. Когда следователь говорил ему, почему не застрелился, Петров, кроме прежних доводов, сказал, не желал бы я вам оказаться там, но если бы вы оказались, думаю, что и вы бы не застрелились бы. Посмотрел бы я, как бы он застрелился. Хотя, может быть, вы бы и застрелились, коммунист, НКВД, лейтенант, но у меня этих оснований не было. Я врач. По Международной Конвенции всех должен лечить. И своих, и чужих людей без различия. Следователь, кого вы лечили? Пленных. Вы лечили для кого? Куда они пошли потом? На работу. На кого? На немцев. Вот видите, значит, пособничали врагу. Рассказывала плохой информации. Танковый бой на территории Мецанбата. Петров командиру, дозвольте перевезти Мецанбат. Так, твою мать, никакого там боя нет. Что ты мне очки втираешь? Пусть приедет начальник Мецанбата. Петров доказывает, тот свое. Петров уехал ни с чем. Пришлось ехать начальнику Мецанбата. Или приказ передислоцироваться в какой-то хутор. Карта 1927 года. Приехали, а хутора нет. Женщина. Да его, милый, уж 10 лет как нет. Деревеньку окружили 10 немецких танков. Петров ухаживал за ранеными. Это попутно. Он выходил из окружения. Три ампутации ветеринарными инструментами. Аква, дистиллята, трубочки, примус получил. За два дня перед тем дали Петрову справку, что он врач, местный, 25 лет работает, возраст 60 лет. Поставили печать и сдвинули, чтобы ее не разобрать. Немцы на танках взяли деревню. Кто-то донес им, что под видом раненых партизаны. Они к Петрову. Он развязал, разбинтовал. Этого, этого, этого тыкали немцы пальцем. Все раненые. И вот при отходе один танк на ящик со снарядами. Но взорвется, тогда нам не сдобровать. Но он, слава богу, по краю проехал. Немцы ушли. Они с Сережкой, начальник медсанбата, шли несколько дней, неделю. Немцев видели не раз. Противно, но надо привыкать, сказал Петров. По дороге еще местными врачами в одном месте переменили справку с 60 лет на 40. Немцы проверяли документы, отпускали. И вдруг. Хальт Русс. Гестапо. Тот немец принял хорошо, начал беседу. То-се. Они к врачам хорошо относятся. Вот сколько, мол, врачи в Германии получают? Две тысячи марок, а у вас? Девяносто. Скоро, мол, будет организовано в Берлине правительство. Москва возьмем, правительство приедет. Петров. А кто будет во главе этого правительства? Ага, хитрый какой. Не назвал. Петров ему. А вот на мне сапоги, часы могут ваши забрать? Ни в коем случае. Если кто заберет, сообщите мне. Москва решала многое. Организовали бы правительство, а там и армию этого правительства из русских и так далее. Примечание мира Яковенко. Вышел уже пленным. Переводчик. Солдат. Вас ефрейтор зовет в лес. Солдат привел. Ефрейтор показывает на часы и сапоги, угрожает револьвером. Петров. Скажи ему, что со мной говорил командир дивизии, и он сказал, что если кто тронет, чтобы ему сказать, тут же расстрел будет. Привезли Петрова в Смоленск, в госпиталь военно-пленных. Привел гестаповец, переводчик, и вдруг на лестнице навстречу спускается. А, Петров. Гестаповец. Кто-кто? Помощник начальника медсанбата. А в справке-то гражданский, цивильный. Гестаповец с ними ушел, расспрашивал о Петрове, они подтвердили. Да-да, помнач медсанбата. Передайте ему, чтобы больше не обманывал. Я его должен был расстрелять за обман, но я сам доцент Берлинского университета, мобилизован. Попадись на мое место другой, он бы расстрелял. Истории Глафиры Антоновны Кланг. С немцами до Лодзи, оттуда со своими, со СМЕРШем до Берлина. Да проверяли уже в Берлине. Попала к своим в СМЕРШ. Две хаты, две комнаты школы, набиты людьми, ранеными. Она сразу организовала порядок. Тогда ее вызвали к командиру. Это был самый страшный момент в жизни. Командир говорит, запинаясь за перса. Знаете, мы передумали. И пауза. Что, что передумали? Командирские палаты у нас на горке. И ее туда. Там врач-майор Кожник Нерасторопный. Она ему много помогала по работе, а он ей потом помог избавиться от подозрений в шпионаже. Каждое утро она писала ему, что надо сделать, а он эти донесения подавал, якобы от себя, по начальству. Относительно венериков женщин уже рассказывала. Берлин. Один полковник все приносит стриптоциду. Она заподозрила. Врачу. Да посмотри ты зад этому стриптоциду. Оказалось, Льюис. Шофер, молодой, красивый. Лафира Антоновна, я стесняю других, посмотрите меня. Сифилис. Где же ты подхватил? Да я не знаю. У меня в тот день пятеро было, и русские, и немки. Вот что творили. Кланг с подозрением на шпионку посадили уже в Берлине, в сарай. Там еще двое. Ей кресло. Садись, мамаша. Повар прислал ей кофе и два пирожка. Там вот насчет немок сказала. Проверяли два месяца. Поднимали по ночам. Как партию пригонят немок с тряпухи. Мы брали мазки. Потом явились какие-то подозрительные. Вот, доктор, у нас две оказались здоровы. Ехидна. Кланг. Ну что же, проверим. Оказалось, случайно сестрой и подругой пришли. Вскоре после окончания войны Кланг доверили целую поликлинику. Кто воевал с именем Сталина против измышления немецкой пропаганды, во всякой критике слышали отголосок ее. Маруся, Фастова, во всем видела предательство и вредительство. Такие, как она, очень прямолинейные, честные, остались на прежних позициях. Они не очень-то принимают разоблачение культа. Сейчас все валит на Сталина, говорят они. Сейчас глаза у Маруси прозрели на все, что творится вокруг. И она упрекает Хрущева. Это отголосок отношений к нему рабочих, которые его не очень-то жалуют, честят за все, на чем свет стоит. 1944 год. Возвращение домой. Демобилизация. Мстислав Владимирович вернулся в свой старый дом в Марьиной Роще. Деревянный барак, вросший в землю. Дверь он открыл своим ключом, который сохранил в немецких лагерях при побегах у партизан и в проверочных лагерях НКВД. Возвращение домой. 1944 год. Возвращение домой. Демобилизация. Мстислав Владимирович Мстислав Владимирович вернулся в свой старый дом в Марьиной Роще. Деревянный барак, вросший в землю. Дверь он открыл своим ключом, который сохранил в немецких лагерях при побегах у партизан и в проверочных лагерях НКВД. 1944 год. Возвращение домой. Демобилизация. Мстислав Владимирович вернулся в свой старый дом в Марьиной Роще. Деревянный барак, вросший в землю. Дверь он открыл своим ключом, который сохранил в немецких лагерях при побегах у партизан и в проверочных лагерях НКВД. Евгения Ивановна Яковенко. В эвакуацию она ехать отказалась и ждала Мстислава Владимировича дома, куда он должен был непременно вернуться, если выжил. И он вернулся. Евгения Ивановна за время войны дошла до крайнего истощения, поскольку была исключительной честности и не брала ни крошки, ни копейки, хотя работала в таком месте, где могла бы жить не голодая, в санэпидемстанции. Мира Мстиславовна Яковенко. Дочь Евгения Ивановны и Мстислава Владимировича. Она была в эвакуации в Сталинобаде, однако в 1943 году уже вернулась из эвакуации. В 1944 году у нее родился маленький сын, названный Мстиславом в честь деда. Прожил малыш всего три недели и умер от голода и воспалений легких, явившегося следствием этого голода. Об ополчении. 3 июля Сталин призвал братьев и сестер на защиту Родины. 17 июля 22 ополченческие дивизии маршировали навстречу немцам. В этот день немецкие танки заняли Ельню, немцы находились в 350 километрах от Москвы. Все, чего немцы достигли к тому времени, было благодаря их танкам. Их основная армия, пехотные войска, двигались к фронту свежими, не участвовавшими еще в боях. Они могли подойти через 10-12 дней. Создание народного ополчения выдумка, вынужденная паникой. С 1931 по 1937 год существовало так называемое тыловое ополчение, нечто вроде лагерей принудительного труда, но они скрывались не в недрах ГУЛАГа. Видимо, текст об ополчении был написан где-то в годах 60-х или позже, когда появился в официальной печати этот термин примечание Ольги Яковенко. А в недрах военного ведомства, в батальонах тылового ополчения отбывали трехлетнюю службу, достигшей призывного возраста сыновья лишенцев, кулаков, почему-либо находившихся на свободе. В 1934-35 годах было 90 таких батальонов. Военное ведомство как подрядчик принимало заказы на постройку железных и грунтовых дорог в самых гиблых местах, куда нельзя было заманить обычных рабочих, больше всего на Дальний Восток, где работало 60 таких батальонов. Состав их не имел никакого оружия, но носил петлицы и звездочку на фуражке. Обращение начальства было сравнительно человеческое при условии беспрекословного повиновения и выполнения стахановских норм на работе. Ополчение июля 1941 года. Организовали его и формировали райкомы Москвы и ее военкоматы. Каждый район должен был формировать одну дивизию. Людей, обмундирование, транспорт должен был давать район. Оружие и военную технику, военное ведомство. Районов было 25, но три из них были маломощны и были присоединены к другим. 22 дивизии всего. Все добровольцы были старше 40 лет. Не так. Амишин Мейер, Азапольский, Аливыкин и так далее. Точнее, большинство добровольцев было старше 40 лет. В ополчение влились и те, кого военкоматы не успели мобилизовать, не справлялись. На общих собраниях они добровольно должны были вступать в ополчение. Не вступать было нельзя, неприлично, бесчестно, и все вступали. Примечание мира Яковенко. Военное ведомство для каждой дивизии выделяло командира дивизии и ее начальника штаба. 3 июля было выступление Сталина, а 4-го во всех учреждениях и предприятиях Москвы прошли вербовочные митинги. Все подымали руку. Тут же и начальство, и представители райкомов огласили списки лиц, которые нужны были предприятию и не могли быть отпущены, и вычеркнули явных коллег. Остальным был приказ на следующий день явиться на районные сборные пункты. 7 июля батальоны и полки были уже разведены по пригородам и окрестностям Москвы, где, приняв оружие, должны были нести охранную службу против диверсантов и десантов. 80% из них впервые держали в руках винтовку. Многие думали, что ополчению предстоит тыловая служба. Вспоминали царские времена, когда бригады ополчений формировались одновременно с полевыми войсками для охраны железных дорог, мостов, этапных линий и прочих тыловых надобностей. Теперь полагали, что хотят освободить для фронта многочисленные части НКВД. Но Сталин внутреннего фронта боялся не меньше, чем немцев и тратить часть НКВД не собирался. Из ресурсов районов формировались четыре штаба и восемь противотанковых бригад из тех же ополченцев. Тогда высший состав штабов, начиная с начальников управления отделов, замещался кадровыми офицерами. Не успели как следует сформироваться приказ о выступлении. Четыре армии 31-е, 32-е, 33-е и 34-е должны были расположиться для обороны на линии город Волоколамск-Можайск-Малоярославец приблизительно в 130 километрах от Москвы. Под Можайском линия обороны проходила точно по полю боя Бородинской битвы 1912 года. Эта занятая ополчением линия образовала так называемый Центральный Тыловой фронт. Его штаб был в Москве Московского военного округа на улице Осипенко в Москве. Руководил им генерал Жуков. Настоящий фронт был в 250 километрах впереди Уржева и Смоленска, где немцы приостановились, ожидая пехоту. Ополчение получило задачу возможно прочно укрепиться и быть готовым отрезать попытки прорыва немецких танковых групп в Москве. Восемь часов в день должны были рыть окопы и противотанковые рвы и четыре часа затрачивалось на обучение и освоение оружия. Для ополчения были наспех введены выдуманные новые штаты. Если норма для советской пехотной дивизии стрелковой была 14,5 тысяч человек, то в ополчении 7600 человек. Нормальная дивизия имела два полка артиллерии легкой и гаубичной с 76-5 орудиями обоих. Из них 12 пушек 76 миллиметров и 64 гаубицы от 122-миллиметрового калибра зенитный дивизион из 9 орудий. Кроме того, в трех стрелковых полках полагалось иметь 12 пушек 76-миллиметровой полковой артиллерии, 18 пушек 42-миллиметровой противотанковых, 18 полковых минометов, 54 батальонных миномета, 81-83 ротных миномета. В дивизии ополчения имелся один артиллерийский полк из 24 пушек 75-миллиметровых польских трофейных и более ничего. Первые учебные выстрелы удалось сделать из этих пушек лишь в конце августа, когда была доставлена компрессорная жидкость польского состава, хотя появление танков можно было ожидать уже в июле. Стрельбы с закрытых позиций батареи полка вести не могли, не было прицельных предпособлений имущества связи и обученных расчетов. Эти же пушки должны были служить как противотанковые, но они были малоподвижны, не было тягачей, конных запряжек. Перевозились они, прицепляя их грузовым машинам. Нормальный стрелковый полк должен иметь в своих батареях и ротах 48 станковых тяжелых пулеметов Максима и 81 легкий пулемет Токарева. Полк ополчения получил кольта на треноге с воздушным охлаждением, очень капризных в обращении и рассеивающих огонь. Никто их прежде никогда не видел и не имел о них понятия. Не было и инструкций. Они валялись на каком-то складе Ленинграда со времен Первой мировой войны. Полученные тогда из Америки они и в царское время имели ограниченное применение. Единственным оружием, имевшимся в достаточном количестве, были винтовки, но нужно было учить, как с ними обращаться. Нормальной дивизией для ведения разведки полагается разведывательный батальон из роты легких танков, роты бронированных машин кавалерийского эскадрона. В ополченческой дивизии имелась разведрота, которой было дано приблизительно 30 велосипедов, отобранных у населения Москвы. Связь. Не было ни одного километра провода, ни одного телефонного аппарата, взамен несколько десятков велосипедов. Вся связь на посыльных пеших и велосипедистах. Инженерная служба. За названием саперная рота скрывалось приблизительно 200 человек с винтовками, ни стрелки и ни саперы. Имели лопаты, топоры, несколько пил. Каждая дивизия получала в Москве от своего района 300 полутора и двух с половиной тонных грузовых машин, пять легковых эмок и 300 отобранных у жителей велосипедов. Все потрепанное. командование дивизии должно было этими же средствами подвозить хлеб из Москвы из своего района. Часть машин поэтому надо было выделить транспортный батальон. Вторым потребителем были артполки, возить орудия надо было шажком. Деревянные колеса были не на пневматическом, а на железном ходу и рассыпались на мостовой при малейшем увеличении скорости. На Можайской линии пока до Москвы было недалеко и поскольку вооружение и техники почти не имелось, транспортных средств еще хватало. Итак, дивизии имели по 24 нестреляющих пушки и по 144 неизвестно как из них стрелять пулеметов Кольта. Винтовки были образца 1891 года, но большинство ополченцев не умело стрелять и было малоспособно этому научиться. Пехота немцев была еще далеко, ожидать можно было только танки. Сначала никто и не подозревал, что из польских пушек нельзя стрелять. В Москве при получении их никто и не пробовал. Было некогда и некому, не было орудийных расчетов. Только на пятый или шестой день в стоянии на Можайском рубеже в нескольких дивизиях были сделаны пробные учебные выстрелы, вызвавшие панику. Ствол орудий каждый раз срывался с люльки и калечил людей. Почему не понимали. Вызвали из Москвы специалистов. Правда, нашлась еще противотанковая артиллерия. Параллельно четырьмя штабами армии формировалось восемь противотанковых бригад. Они прибыли и каждая дивизия получила по две-три трех орудийных батареи из этих бригад. Каждая бригада имела от 16 до 24 зенитных пушек восьмидесяти трех миллиметров. Средство это против танков при случае очень мощное, но как специально противотанковое весьма неудобное. Очень тяжелая система орудия с коробчатой лафетной тумбой на роликах, а не на колесах. Ее без тягача и на метр не подвинешь. Раз поставленная огневую позицию, в бою она не могла уже сдвинуться с места. В горизонтальном положении для стрельбы по танкам ствол пушки возвышался чуть ли не на два метра над землей. Это затрудняло зарядку и замедляло стрельбу. Сложно такую махину замаскировать и прислуга при стрельбе, работая во весь рост, ничем не была прикрыта. На дивизию, занимавшую 10-12 километров, приходилось 2-3 батареи этих пушек, то есть в лучшем случае по одной пушке на километр фронта. Пушки эти обычно стояли по 2-3 штуки в затылок вдоль дорог, прорезавших фронт, в 300-400 метрах одна от другой. Что-нибудь лучше было трудно придумать. В этот критический момент власти снабдили ополчение, а затем и весь фронт новым противотанковым оружием. Возле каждого штаба полка или батареи выселись прикрытые ветками и присыпанные травой штабели водочных бутылок с прозрачной чуть желтоватой жидкостью, которую прозвали «сталинский коньяк». Каждый боец обязан был иметь такую бутылку, чтобы в нужный момент бросить ее в башню немецкого танка. Пролившаяся в щели горючая жидкость должна была вывести из строя немецких танкистов. Это средство было той же категории, что и приказ летчикам рубить хвосты у немецких мистершмиттов. Для него требовалась готовность к массовому самопожертвованию. Вероятно, по всей стране трудно было сыскать менее подходящий боевой горожане, не обладающиеся выносливостью и непритязательностью. Среди них не было даже рабочих, так как городские рабочие в большинстве были освобождены как специалисты. Только небольшое количество лиц из непроизводственных и кустарных артелей, портных, сапожников, дворников, посыльных. В основном же это были чиновники, несколько тысяч было научных работников. Много было среди них капитанов, майоров, полковников запаса, разных технических специальностей. В армии большинство из них не служило, свои ранги получали по военному запасному учету за вузовские дипломы. Рядовым в одном полку был член-корреспондент Академии наук Кулик, исследователь сибирских метеоритов. В другом полку солдатом был Аралов, член былого триумвирата Троцкий Склянский Аралов порев военсовету республики времен гражданской войны. Как он уцелел? В дивизии Ленинского района центра Москвы было много разных главков, трестов и наркоматов. Число офицеров запасов превышало 30%, в некоторых ротах 50%. В московском ополчении была элита народа, остатки древолюционной интеллигенции и отборные старшие кадры новой советской. Власти жертвовали этой элитой, не моргнув глазом. Большинство было солидными отцами семейства, тяжелевшими физически, но идеологии не перегруженные. Они никак не предполагали, что им придется защищать Москву с оружием в руках, да еще швырять бутылки в танки. Все они прошли положенную советскую обработку, да еще столичную, восприняли требующийся советский облик. Отношение их к власти и режиму было примерно следующее. Существует советский режим, ничего не поделаешь, надо терпеть и славить Сталина. Не будет режима, исчезнет Сталин, хуже во всяком случае не будет. А тут многим стало казаться, что и режиму, и Сталину приходит конец. То, что среди них было много членов партии, много больше, чем в любой воинской части, на их настроении не отражалось. Безусловно, были власти сочувствующие, но одно дело сочувствовать, а другое дело жертвовать собой для дела как будто проигранного. Носить бутылки было неудобно, и они причиняли ожоги. Каждый заботился, чтобы бутылка разбилась заблаговременно или при благоприятных условиях заменяли жидкость. Артиллерийские эксперты не успели выяснить, почему не стреляют польские пушки. Ополчение двинулось навстречу врагу. В ночь на 1 августа пришел приказ немедленно выступать и к исходу 5 августа занять для обороны рубежи Сычевка, Сомлева, Спас, Деменск, Людинова. Приказ волевой, выполнить его было невозможно. Каждой дивизии пришлось бы пройти около 200 километров, то есть идти 5 дней по 40 километров. Это превышало силы даже хороших полевых войск. К вечеру 1 августа полки и батареи перестали существовать. Все расползлось и растянулось на десятки километров. Последующие дни мобилизовали весь свободный автотранспорт. Колонна грузовиков, пущенные по маршруту дивизии, подбирали отставших и вывозили их вперед в пункты ночлегов. Выгрузив, возвращались за новыми. Это продолжалось до 7 августа, когда наконец ополчение собралось на новые рубежи и начало организовывать оборону. Можно было только удивляться, что встреча с танками противника не произошла. Ополчение ведь и было двинуто вперед в связи с угрожающим положением под Смоленском. 30 июля, дождавшись подхода армейских корпусов и наладив тылы, немцы двинулись вперед по обе стороны Смоленска и южнее открытчиво на Рославль. Окружили и уничтожили там армию генерала Качалова и привели в полное расстройство две других, устремившихся за реку Десну. На Рославль прорвались и его заняли немецкие танковые колонны уже 1 августа утром. Ничто не мешало им двинуться вперед, но действовали они почему-то очень вяло. Танки дальше не пошли. Пехотные дивизии, вытолкнув остатки неокруженных советских войск за Десну, дойдя до нее, тоже остановились. Ополчение остановилось в 30 километрах от Десны. Гудериан в своих воспоминаниях не проливает света на такой странной остановку немцев. Мы узнаем только, что немецкая операция 1 августа с самого начала была ограничена узким заданием взятия Ярославля и достижения Десны. Этим группа Гудериана завершила выполнение основного приказа и задачи, полученных еще до начала войны. Эти скрупулезные пунктуальности и точность может быть решающим образом отразились на судьбе Москвы и всей войны. Зачем Москва двинула ополчение? Эти толпы пожилых штатских. Встретив танки, ополчение разбежалось бы. Официальной задачей было создать линию обороны позади основного фронта, но ее могла создать и Можайская линия, где ополчение сидело до 1 августа. Но в последний момент Москва спохватилась, что Можайский рубеж так близко от Москвы и так далеко от фронта. На оставленную Можайскую линию тотчас прислали других ополченцев из Тулы, Калуги. Эти уже были ничем не вооружены, только с лопатами. Оружия больше не было. Они продолжали рыть противотанковые рвы и окопы. Для руководства этими работами оставили штаб 34-й армии. Так наращивали оборону Москвы. На новой линии у Спас-Деменска в 30 километрах посаде с нового фронта прошел весь последний период существования Московского народного ополчения. Почти два месяца. Официально ополчение перестало существовать 1 сентября. Ополченческие дивизии переименовали в обычные стрелковые, дали им новые номера и должны были их соответственно усилить. Прислали новые штаты. Число человек в дивизии увеличилось с 7600 до 10 тысяч, но не до 15 тысяч, как в нормальных. Скоро стало известно, что внутри страны дивизии будут формироваться по этому сокращенному штату. Уже не добровольцами и ополченцами, а обычными запасными пополняли дивизии до нового состава очень быстро. Роты связи и саперные стали соответствовать батальонам. Людей в них было в четверо больше, но имущества самого необходимого почти не поступало. Еще в середине августа польские пушки начали наконец стрелять, получив компрессорную жидкость нужного польского состава. Ополчение должно было укреплять занятый рубеж. Не только зарыться в землю, построить бункера и блиндажи, но и опоясаться непрерывным танковым рвом гигантских размеров 6,5 метров ширины, 2 метра глубины. Несмотря на понукание Москвы, дело шло медленно, хотя к вечеру люди валились с ног. Тогда Москва решила помочь. В конце августа каждый штаб фронтовых армий получил приблизительно такую телеграмму. Такого-то числа на такую-то станцию ваше распоряжение поступит столько-то строительных батальонов, примите и немедленно поставьте на рыче рвов и постройку бункеров. Например, 33-я армия должна была получить по 10 батальонов, другие по пяти. Телеграмма произвела ошеломляющее действие. Значит, тыл не парализован и не дремлет, он действует. Один штаб запросил о составе прибывающих, но там ничего не знали. Едут по распоряжению Москвы. 2 сентября приемочные комиссии 33-й и 42-й армии собрались среди мрачных руин разбомбленной станции Спас-Деменска. После многочасового томительного ожидания неожиданно появился юный политрук доложил, что привез три стройбата и просит их принять. Почему политрук, а не кто-нибудь из начальства батальонов, комиссия задачила, но все оживленно направились к месту прибытия эшелонов. Тупик у разгрузочной рампы. Вдоль бесконечного ряда товарных вагонов среди полузасыпанных воронок и мусора копошилась серая масса неуписуемо оборванных, заросших волосами и покрытых грязью людей. Ближайшие уныло и безучастно оглядывали приближающихся военных. Концлагерники ёкнуло сердце. Политрук развязно докладывал. Он представитель Сызранского военкомата. Привез в качестве сопровождающего три строительных батальона. Три тысячи по тысяче на батальон. Вот списки. Человек девяносто не хватает. Отстали, может быть, доедут со следующими эшелонами. Просит заверить прибытие, он сейчас уезжает. Кто-то из комиссии робко осведомился. Как же батальоны организованы? Политрук неодобрительно пожал плечами, выражая удивление такой непонятливости. Он же сказал, что тысячи человек батальон. Добавил, что хлебом люди удовлетворены на сегодняшний день, горячей пищи со дня отъезда не получали. Председатель приемочной комиссии полковник вспылил. Да что это за люди? Кто при них начальство? Разбиты они на роты, взводы, имеют ли какое-нибудь имущество? Ну хоть котелки и ложки что ли? Теперь уже политрук обиделся. Он ясно доложил. Тысячи человек батальон. Это и все. Никаких нет взводов, рот, нет котелков, нет начальства. А люди? Люди понятно, запасные, из военкомата же. Тягостное молчание. Со стороны Ельни прогромыхал близкий фронт. Назойливо пел вышине немецкий разведчик. Да, строительные батальоны. Протянул наконец полковник и вдруг прорвался. Давай сюда твои списки обормот и можешь катиться, не нужен ты здесь больше. Сорвал он злость на несчастном политруке. В этот и следующие дни на станцию прибыло еще пять эшелонов и набралось восемнадцать таких батальонов, предназначенных для трех армий. Должно быть еще два, но куда-то их завезли и они так и не прибыли. Первый же день из Москвы поступил запрос сколько строительных батальонов поставили на работу и каков успех работы. У большинства были разбитые лопаты. Около трехсот человек пришлось сразу же отправлять в госпиталь назад в тыл и несколько десятков свежих могил появилось на ближайшем кладбище. Грязные, голодные, измученные люди. Целиком из запасных гомелевских областей, из белорусов Полищуков, призванных два месяца назад в первую неделю войны. Гомелевскую область немцы пришли позднее, чем другие области Белоруссии, поэтому военкоматы там успели призвать всех, кого положено. Но в соединении части, куда призванные были приписаны, направить их уже не могли. Под угрозой надвигающихся немцев их направили на восток. К половине июля десятки эшелонов их скопились на станции перед Цизранским мостом через Волгу. Дальше ходу не было. Путь был занят более важными перевозками. Всех высадили и приказали жить поэшелонно же в окрестных лесах. Так припятские полищуки превратились в мордовских лесовиков. В лесах на время их просто забыли. Кроме нерегулярно получаемых 800 граммов хлеба они ничего не получали. Выпросить даже купить картошки в нищих мордовских колхозах было невозможно, а новое еще не выросло. Люди, уходя из родных деревень в летнюю жару, одевали что полегче, шли даже босиком, чтобы не бежать семью. Предполагали, что через пару дней получат солдатское и выбросят надетые. Пришлось плести лапки и выпрашивать у сердобольных баб какую-нибудь сермягу, чтобы не дрогнуть по ночам. В этом и приехали копать рвы. В последних числах их в сверх пожарном порядке собрали представителей военкомата и районного МГБ и отправили на запад. Три дня и три ночи без перерыва провели усиленные приемочные комиссии на станции Спас-Деменск, организуя прибывших в роты батальоны, направляя на место работы. Мелких начальников отобрали и назначили из запасных же старшин и сержантов. На старшей должности потянули из ополченских дивизий сотню технических майоров и полковников, стоявших там в строю простыми солдатами. Нашли среди приехавших несколько десятков забитых деревенских коммунистов. Может быть у себя в колхозе они были грозой, здесь же слиняли. Можно было предположить, что их было больше, но, по-видимому, большинство предпочитало не признаваться, так как в списках ничего кроме имен и фамилий не было. Все-таки из назвавшихся сформировали традиционный партапарат. Десятки призванных из армии грузовиков подвезли хлеб. В раздобытых в разбитом городе Котлах варили картофельный суп с кониной. Но как они будут питаться и существовать на месте работ? У них не было ни одной лошади, ни одной повозки, ни ложки, ни плошки. Люди чуть ли не голые. Армия запросила Москву. Пока что приказали находиться во всем на иждивении ближайших к работам деревень, требовать просить продукты, посуду, лопаты и мотыги. Несколько тысяч примитивных самодельных лопат должны были дать дивизии. Убожество смоленских и калужских колхозов, да еще обглоданных уже войной, колхозный скот давно угнали в тыл. Правда, хлеб обещали подвозить, по возможности из запасов армии. Москва ответить не торопилась, а когда наконец ответила, то ответ заставил командование торопеть. Под личную ответственность командиров запрещалось давать стройбатам какое-либо продовольствие и вообще что-либо из своих ресурсов. Ни одного пайка на батальон не должно быть дано. Приказывалось расследовать и донести, сколько кем и что уже выдано для наказания виновных. Указывалось, что о батальонах должно заботиться НКВД через свои строительные тресты. Только через два дня в районе 41-й армии удалось обнаружить экскаваторный отряд стройтреста НКВД из нескольких сотен уголовников. Оттуда заявили, что никаких указаний свыше не имеют и никакими средствами, в первую очередь транспортными, не располагают. Тщетно пытались и военные НКВД выяснить вопрос и побудить НКВД гражданской что-нибудь предпринять. Так и остались беспризорные батальоны на подножном корму. По 600 грамм хлеба армия продолжала давать на свой страх и риск. Он был не особенно велик. Можно было списать на бомбежки и всякие стихийные бедствия. Картошку и капусту батальоны завоевывали в деревнях в порядке военного коммунизма. Кое-что просто воровали. С 20 сентября над Центральным фронтом снова стали сгущаться грозовые тучи. К этому времени немцы разгромили и окружили под Киевом шесть советских армий, взяв в плен 700 тысяч человек со всех их добром. Танковые моторизированные дивизии немцев потянулись позади фронта обратно на север к Росславлю и Смоленску. Вернулась авиация и начала громить советские тылы в направлении к Москве. 1 октября на всем 300-километровом фронте, включавшем вместе с ополченскими дивизиями восемь советских армий, от Глухова на юге до Сычевки на севере, немцы начали наступление по трем главным направлениям. На Севск-Орел на юге, Сросславле на Юхно в центре и на Белый Можайск на Северном крыле. Прорезав как масло фронт, танковые клинью стремились вперед, выбрасывая в стороны отсекающие пути отхода заслоны, громя и парализуя тыл. Этот удар привел немцев к быстрому и решительному успеху. У очевидцев и участников войны операция эта известна под названием Вяземское окружение. С 7 октября все советские войска атакованного 300-километрового фронта, все 8 находившихся на нем советских армий барахтались трех изолированных друг от друга мешках окружениях вокруг города Трубчевска на юге, в Брянском районе в центре и в самом большом Вяземском на севере. Здесь были захлопнуты сразу 4 армии 42-я и 29-я на фронте и 2 ополченческие 33-я и 32-я на второй линии. Кольцо замкнулось вокруг них в Гжатском районе, поэтому маршалу Буденному со штабом Центрального фронта пришлось освободить этот пункт, а 22-го октября сам штаб был освобожден от маршала Буденного, уволенного из армии. Дивизия народного ополчения без выстрела разбежалась, когда немцы до них дошли некоторые и раньше. За несколько дней до 1-го октября несколько дивизий, считавшихся лучшими, были даже выдвинуты вперед на основной фронт по Десне. Это были 9-я генерала Боброва и 17-й полковника Козлова. Их судьба от этого не изменилась, пришлось колоннах военнопленных двигаться на запад. Примерно полторы тысячи человек из строительных батальонов закончили в свои дни в лесном лагере военнопленных под Минском. Вся польза 22-х созданных дивизий народного ополчения выразилась той затрате силы времени, которой понадобились немцам, чтобы выловить, собрать и отконвоировать ополченцев в лагеря. Но созданием ополчения был убит крупный зверь. Мужчины всех возрастов, способные еще двигать руками и ногами, сделали сразу автоматически военно обязанными, как бы призванными. Теперь они, например, должны были уходить от немцев вместе с войсками, иначе, оставаясь на занятой территории, они становились изменниками. Каждый обязан был браться за винтовку, лопату, за все, два с половиной месяца руководство скребло везде, где только можно, подпирая фронт, оборонявший Москву. За одну неделю вся постройка рассыпалась, как карточный домик. На протяжении трехсот километров от фронта и войска его составлявшего не осталось ничего. В трех названных выше мешках попало в плен шестьсот семьдесят тысяч человек, и к весне последние остатки московской интеллигенции лежали в братских могилах. Под немецкой опекой в эту зиму пережили единицы, и жребе этот выпал понятно только на долю более молодых. Вы слушали воспоминания ветерана Первой мировой и Великой Отечественной войны. Яковенко Мстислав Владимирович Конец Читал Олег Лобанов Приложение Список врачей и фельдшеров виденных мною в плену за время с октября 1941 по август 1943 года включительно. Список врачей и фельдшеров виденных мною в плену за время с октября 1941 года по август 1943 года включительно. Левыкин хирург умер от цепного тифа в 1942 году в Смоленске. Емшанецкий хирург видел в октябре 1941 года в лагере Холм-Жирковский. Высоцкий хирург видел в октябре 1941 года в лагере Холм-Жирковский. 4. Левин хирург видел в октябре 1941 года в лагере Холм-Жирковский. 5. Врач Райко женщина терапевт ранена в бедро октябрь 1941 год Холм-Жирковский. 6. Врач Белянин октябрь 1941 год Холм-Жирковский. Ноябрь 1941 год Смоленск. 7. Врач Рябой бывший дифрач расстрелян в октябрь 1941 год в Дурове. 8. Врач Молчанов Владимир Иванович май 1942 год Смоленск. Врач Нестеренко октябрь 1941 год июль 1943 год Дурова Смоленск. 10. Врач Слободчиков Александр Иванович умер от цепного тифа в 1942 году город Смоленск. 11. Врач Кланг Глафира Антоновна 1942 1943 год Смоленск. 12. Врач Фаракшин 1942 1943 год Смоленск. 13. Врач Меньков терапевт 1942 1943 год Смоленск. 14. Врач Шлейн терапевт 1942 1943 год Смоленск. 15. Врач Богданов окулист 1942 1943 год Смоленск. 16. Врач Петров Александр Прохорович 1941 1943 год Смоленск из плена бежал. 17. Врач Петров маленький казах бежал имея сведения о его расстреле. 18. Врач Петров молодой высокий хорошо сложен. Смоленск 1942 год поступил добровольно во Власовскую армию. 19. Врач Денисов Г. Я поступил добровольно во Власовскую армию Смоленск 1942 1943 год 20. Врач Петяев спортсмен прыгун поступил добровольно во Власовскую армию Смоленск 1943 год 21. Врач Явсин. Был направлен во Власовскую армию. Не протестовал. 1942 год. Смоленск. 22. Врач Попов. Из Сталинграда. 1942-1943 год. Смоленск. 23. Бригадир врачей Наумов. Отправлен в 1943 году из Смоленска на запад. 24. Дифрач Суржанинов Сергей Александрович. Отправлен в 1943 году из Смоленска на запад. 25. Врач Макаров. 1943 год. Смоленск. 26. Врач Черносвитов. 1943 год. Смоленск. 27. Врач Шипов Павел Ампильевич. 1942-1943 год. Смоленск. 28. Врач Камынин. Хирург. 1942 год. Смоленск. 29. Врач Чижов Анатолий Иванович. 1942-1943 год. Смоленск. 30. Врач Филоненков Анатолий Иванович. 1943 год. Смоленск. 31. Врач Хмырев Василий Александрович. 1943 год. Смоленск. 32. Врач Волков. Хирург. 1943 год. Смоленск. 33. Врач Волкова. Его жена. 34. Врач Визгалин. 1942-1943 год. Смоленск. 35. Врач Кальнишевский. Смоленск. 1942 год. Поступил добровольно во Власовскую армию. 36. Врач Мерейнис. Хирург-консультант 32-й армии. Расстрелян в 1942 году. Смоленск. 37. Врач Востриков. Отправлен в 1943 году из Смоленска на запад. 38. Врач Липкин. Отправлен в 1942 году из Смоленска на запад. 39. Врач Гиллерштейн из 19-й армии. 1943 год. Смоленск. 40. Врач Юзбашев. 1943 год. Смоленск. 41. Врач Власов. Бактериолог. 1942 год. Смоленск. 42. Врач Штыкалёв. Терапевт. 1943 год. Смоленск. 43. Врач Дурнев. 1942 год. Смоленск. 44. Врач Шапетков. Хирург. 1942 год. Смоленск. 45. Врач Амеличев. Хирург. 1942-1943 год. Смоленск. 46. Врач Ступин. Терапевт. 1942-1943 год. Смоленск. 47. Врач Штоклянд. 1942-1943 год. Смоленск. 48. Врач Пазигун. Инфекционист. 1942-1943 год. Смоленск. 49. Врач Ширяев. 1942-1943 год. Смоленск. 50. Профессор Орлов Алексей Фёдорович. 1942-1943 год. Смоленск. Бежал из плена. 51. Врач Кулаков. Стоматолог. 1942-1943 год. Смоленск. 52. Врач Шугаев. 1942 год. Смоленск. 53. Свидерский. Зубной врач. 1943 год. Смоленск. 54. Врач Сергеев. 1942 год. Смоленск. 55. Врач Кривоносов. Хирург. 1942 год. Смоленск. 56. Врач Зубов. 1943. Смоленск. 57. Врач Олейников. 1943 год. Переволочье. Бежал из плена. 58. Врач Седов. 1943 год. Переволочье. Бежал в 14-ю бригаду Вишнева. Партизанскую. 59. Врач Сумароков. 1943 год. Переволочье. Бежал в 14-ю бригаду Вишнева. Партизанскую. 60. Врач Пестяков. 1943 год. Переволочье. 61. Фельдшер Прозоров. 1941 год. Дурова. Бежал из плена. 62. Фельдшер Новохадский. Из Сталинграда. 1942-1943 год. Смоленск. 63. Фельдшер Кузнецов. 1942-1943 год. Смоленск. 64. Фельдшер Афанасьев. 1942-1943 год. Смоленск. 65. Фельдшер Ткаченко. 1942-1943 год. Смоленск. 66. Санинструктор Исаев. Татарин. 1942-1943 год. Смоленск. 67. Санинструктор Латун. 1942-1943 год. Смоленск. Бежал. Судьба побега неизвестна. 68. Врач Жуков. 1943 год. Смоленск. 69. Врач Подтыкайло. 1942 год. Смоленск. 70. Врач Терпигара. 1942-1943 год. Смоленск. 71. Врач Смирнов. 1942-1942 год. Смоленск. 72. Врач Каменев. 1942-1943 год. Смоленск. 73. Врач Устеменко. 1941 год. Смоленск. 74. Фельдшер Румянцев. 1941-1942 год. Смоленск. 75. Врач Бобров. Гигиенист. Умер от цепного тифа. 1942 год. Смоленск. 76. Врач Пухнаревич. Пищевик. 1942 год. Смоленск. 77. Врач Затычец. 78. Ветеринарный врач Яковенко. 1941 год. Холм Жирковский. 79. Медсанбат Дидык. Сорокина. 1943 год. Смоленск. 80. Шиевский. 81. Юрьев. 82. Клыков. 83. Тимофеев. 84. Катаев. 85. Пищальников. 86. Фельдшер Доцоева. Большая Спасская. Дом 29. Квартира 5. 87. Горины. Тарая Мещанская. Дом 20. Квартира 12. 88. Рябинин. 89. Мартынюк. К. Д. 90. Чижов А.И. Около 30 фамилий врачей не могу вспомнить.